Заявки на ремонт дворов Вологды в рамках проекта «Городская среда» будут приниматься до 31 марта. Такое решение приняли на рабочей встрече представители партии «Единая Россия», администрации Вологды и ТОСов. Срок продлён на неделю, чтобы влагжане успели собрать все необходимые для заявки документы. Напомним, «Городская среда» – это один из партийных проектов, направленный на ремонт дворов и благоустройство зелёных зон. На его реализацию Вологда получит 164 миллиона рублей с федерального бюджета. При этом активное участие на всех стадиях процесса должны принять сами жители. Необходимо в первую очередь в каждом дворе создать инициативную группу, которая с помощью экспертов изучила бы общий интерес граждан по данному жилому дому, что необходимо сделать. Разработала эскизный проект данного дворовой территории, что необходимо отремонтировать. И с помощью управляющей компании составила сметную документацию на данный двор. Как уже было отмечено ранее у нас в городе, это хорошо, что большинство дворовых территорий, которые нуждаются в ремонте, уже данная проектная документация и сметная документация, она разработана, получена заключение экспертизы. Мэр Вологды Андрей Травников дал поручение разработать дорожную карту проекта с учетом мнения Вологжан, подготовить все нормативные документы, определить критерии отбора дворов, где будет проведен ремонт. Все нюансы процедуры можно уточнить по телефону Вологды 72-51-35. Я подтверждаю то, что мы сказали, что управляющие компании будут все сориентированы на помощь жильцам, в первую очередь председателям МКД, советов МКД на сбор документов, оформление документов. Мы проведем предварительную оценку по рейтингам проектов дворов, имеющихся, для того, чтобы сориентировать, кто явно попадает в приоритеты, и сообщим через управляющие компании, что эти территории нужно обрабатывать в первую очередь. Рейтинг будет выстраиваться на основе баллов, выставленных каждому проекту двора. Эксперты учтут не только предложение по благоустройству и озеленению территорий, но и готовность самих жителей участвовать в содержании двора, поддерживать в хорошем состоянии детскую площадку или участвовать в субботниках. Максимально возможна оценка 18 баллов. Заявки, получившие менее 7 баллов, в этом году реализованы не будут. Всего на территории области будет в этом году под патронажем партии «Единая Россия» реализовано 14 партийных проектов. По четырем наиболее социально значимым из них партия отстояла федеральное финансирование. Партия «Единая Россия» победила на выборах. Партия «Единая Россия» сформировала парламентское большинство и в Государственной Думе, и в законодательстве собраний в Вологодской области. И, соответственно, сейчас, добившись соответствующего финансирования, партия будет реализовывать этот проект, начиная от точки входа проекта, от заявки до реализации полностью. Понятно, что партия будет вести эту работу совместно с администрациями, до муниципалитетов. Добавим, отправить заявки на участие в проекте «Городская среда» можно на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Контролировать исполнение проекта будет наблюдательный совет по главе с губернатором области Олегом Кувшинниковым и координатор проекта, депутат законодательного собрания, председатель городской ассоциации ТОС Роман Заварин. Кроме того, для каждого проекта будет создана отдельная рабочая группа. Ольга Хрипина, Максим Тышковец, События дня.